Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами будем подключать датчик температуры и влажности к Arduino. Поехали! Датчики температуры и влажности DHT11 и DHT22 они очень популярны. Это связано с тем, что они имеют довольно низкую цену и довольно легко их подключить. Напряжение питания от 3 до 5 вольт, потребляемый ток всего лишь 2,5 ампера, то есть именно при запросе данных. Влажность измеряют разные в зависимости от типа. Я использую DHT22. У него он измеряет диапазон влажности от 0 до 100% и точность составляет до плюс-минус 5%. Температуру от 40 до 125 градусов, плюс-минус полградуса. Примерно такая у него точность. Частота измерения 1 раз в 2 секунды. DHT11 имеет более низкие параметры, то есть меньшую точность, но измерять он может 1 раз в секунду. Подключается он довольно-таки просто. На первый контакт подается у нас плюс, на четвертый подается минус. Второй контакт это дата. Между первым и вторым контактом нужно поставить резистор номиналом от 5 до 10 кОм. Схема у нас здесь уже собрана, подключен дисплей. Как его подключать я не буду рассказывать, об этом мы смотрели в другом видео. Ссылка будет на него в описании. Сейчас мы подключим этот датчик. Первым делом подключаем плюс 5 вольт и граунд. Устанавливаем наш датчик. Теперь между вторым контактом и плюсом ставим резистор на 10 кОм. Второй контакт у нас будет подключен к восьмому пину Ардуино. Можно выбирать абсолютно любой пин, значения не имеет. Перейдем теперь к скетчу и посмотрим, что же у нас там в нем есть. Итак, первым делом мы подключаем библиотеки дисплея и библиотеку самого датчика DHT. Дальше мы определяем к какому пину у нас будет подключен наш датчик и какой тип. DHT 11, DHT 22 или DHT 21. Здесь идет инициализация дисплея. Мы это рассматривали уже в других видео, поэтому эту часть я не буду описывать. Также идет инициализация дисплея. Инициализация нашего датчика. Делаем задержку 2 секунды. Как уже говорилось раньше, измерение датчика происходит раз в 2 секунды. Поэтому после его инициализации делаем паузу. Дальше мы читаем из датчика влажность. И читаем температуру в Цельсиях и температуру в Фаренгейтах. Вы видите, что команда одинаковая. Но для того, чтобы получить в Фаренгейтах, нужно сказать, что да, будем в Фаренгейтах считать. И в эту переменную читаем в Фаренгейтах. Кому нужно, мне это в принципе не нужно было, поэтому можно закомментировать эту строчку. Дальше мы проверяем на целостность данных. Если данные получены, то значит идем дальше. Если нет, то выводим на дисплей ошибку о том, что датчик недоступен. Давайте сейчас мы это проверим. Я отключу датчик. Прошивка здесь уже стоит. И как вы видите, написала, что ошибка, датчик не подключен. Ошибка чтения с датчика. Если мы датчик снова подключим, то данные пошли считываться. Перезагрузим. Влажность и пошло измерение. Смотрим дальше наш код. И выводим на дисплей. Влажность и температуру в Цельсиях. И как вы видите, все довольно-таки легко и просто работает. Никакой сложности нет. Всего лишь по одному проводу подключается наш датчик. И он показывает текущую влажность и температуру. Датчик DHT11 подключается точно так же. И все команды работы с ним точно такие же. Только в начале нашего кода нужно проинициализировать. Вместо DHT22 написать DHT11. Я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классными и интересными. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока!